Семь новых просторных комнат, оборудованных специально для людей пожилого возраста и инвалидов, открылись в Октябрьском доме-интернате в селе Молочное. 23 человека скоро отпразднуют новоселье. Чем комфортны современные помещения, об этом расскажем в нашем следующем материале. Здравствуйте! Здравствуйте! Можно к вам? Гости! Дружные соседки гостям всегда рады. Тем более, что есть о чем рассказать. Светлана, например, с гордостью заявляет, ее хобби – общение. Как у дамы современная, не только реальная, но и виртуальная. Я вовсе 150. Ой, молодец. И друзей у вас много? 375. Ой, молодец какая. Светлана в доме-интернате живет уже более 30 лет. Недавно переехала в новую просторную комнату. Теперь их в этом учреждении стало на семь больше. Здесь буквально год назад были технические помещения. В сжатые сроки специалисты сделали проект и перестроили этаж, учитывая все нужды людей с ограниченными возможностями. В коридоре мы видим, что ширина более двух метров. То есть благополучно может осуществляться встречный разъезд двух инвалидных колясок. Коридоры оборудованы поручнями. В жилом блоке нет, абсолютно отсутствуют пороги, перепады высоты пола. Что, конечно же, тоже очень важно для маломобильных граждан. Посуду моем. Андрей Николаевич отметил новоселье всего неделю назад, но уже отлично ориентируется в новых помещениях. На улице можно съехать, я в магазин сам езжу. Комнаты площадью около 30 квадратных метров каждая обживают уже шесть новоселов. Вскоре к ним присоединятся еще около двух десятков человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня очень активно в области открываются новые благоустроенные места, комфортные, безопасные для граждан пожилого возраста, с тем, чтобы мы могли сюда переселять тех, кто пока живет в деревянных корпусах. И в 2016 году уже 160 человек переселено вот в такие места. И сегодня к 375 местам Октябрьского дома-интерната добавляется еще 23. Причем власти не только увеличивают количество мест, но и формируют в таких учреждениях безбарьерную среду. Подобная работа идет во всех четырех домах-интернатах Вологды. А если нет трудностей, есть время на добрые мысли и любимое дело. Жители Октябрьского дома-интерната – люди творческие. И сегодня на традиционном фестивале «Две звезды» в стенах учреждения они на одной сцене с журналистами в очередной раз повторили главные слова. Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно умеет. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Полок да Портал.